Общекраевую планерку в этом году Вениамин Кондратьев собирает в первый раз. Обозначить фронт работ и расставить приоритеты. Для этого губернатор на повестку совещания основными выносит вопросы экономики региона. Бюджетные кредиты муниципалитетов в 2018-м хотят реструктуризировать, а статью расходов кубанской казны планируют существенно увеличить. В целом на ближайшей сессии мы увеличиваем расходы кривого бюджета на 16 миллиардов рублей. И, конечно, большая часть этих средств, как традиционно у нас проходит, будет направлена на решение социальных вопросов жителей края. И это, я считаю, правильно, потому что сегодня это стратегическая задача, чтобы народ ощущал, что власть работает. Мне важно, чтобы вот это ощущение люди на себе испытывали в районах, в селах, станицах, хуторах, поселках, вот этот рост, который у меня в цифрах. Заметно увеличится в этом году дорожный фонд. Ремонт и строительство автомагистрали направят больше 27 миллиардов рублей. Существенно изменили расходы и на газификацию – 300 миллионов рублей. Это больше, чем в прошлом году на 46 миллионов. Дополнительно из края выделят деньги на возведения школ – 730 миллионов рублей. И еще 50 на пристройки к детским садам. Всего же вместе с материальной помощью из Федерации на строительство учебных заведений потратят почти 5 миллиардов рублей. Отдельной строкой пропишут субсидии и дотации муниципалитетам. После принятия поправок в бюджет эта цифра будет больше 20 миллиардов рублей. Но получат их только те районы, которые смогли полностью освоить трансферты в прошлом году, ставит условия глава региона. В 2017-м, как ни странно, невостребованными оказались полтора миллиарда рублей. Объективно все-таки разберитесь, в чем вина или в ком вина. Если просто просидели, прождали и продумали, что как она все так пройдет, и не пройдет просто так, бесследно точно не пройдет. Если уже объективные причины, здесь неважно понимают, ну понятно, да, соглашусь с вами, что еще раз мы деньги из бюджета дадим, краевого. А если субъективные причины, то тому же, грубо говоря, нерадивому чиновнику, даже не руководителю больше давать деньги не стоит. По тем мерам, которые мы принимаем, именно в части усиления работы, повышения качества наших муниципальных и государственных заказчиков, то мы ближайшие, ну мы уже эту работу проводим, и обучающие, я начал уже говорить, это создание типовой документации, это проведение совместных торгов, вот те работы, которые связаны со строительством и ремонтом, я думаю, что мы какой-то пресекательный объем таких работ по отдельным контрактам определим, где такие серьезные контракты, что они тоже должны расторговываться через краевой полномоченный орган. Еще раз подчеркиваю, у нас было 18 миллиардов в прошлом году в субсидии муниципалитетов, а в этом году 21,5. Вот зачем, как говорится, козе баян? Не могут осваивать, не могут сделать так, чтобы деньги заработали на благо жителей района, то не нужно еще раз повторять те же ошибки, которые у нас были в прошлом году. Для этого он и поручение и дал, то есть разберитесь, объективная причина, субъективная причина. Дополнительные средства на развитие территории муниципалитеты могут получить и за счет привлечения новых инвесторов. Тем более, что на Кубани есть площадка для поиска предпринимателей, готовых вложить деньги в экономику региона. На финишной прямой сегодня подготовка к российскому инвестиционному форуму в Сочи. Со своими предложениями туда отправится каждый район края. На текущий момент работа по подготовке инвестиционных проектов, предлагаемых потенциальным инвесторам, практически полностью завершена. В общей сложности на форуме в Сочи, в зоне муниципалитетов, будет представлено 440 инвестиционных предложений на общую сумму более 170 миллиардов рублей. Это выверенные, проверенные совместно с департаментом инвестиций, на мой взгляд, качественные проработы инвестиционные предложения. К слову, сегодня работа ведется по 85% всех предложений, которые презентовали на сочинском форуме за последние три года. Общая сумма этих инвестиций больше триллиона рублей. Из них треть – это уже реализованные проекты, а значит, реальные предприятия. Эти цифры прежде всего говорят о качественной проработке всех инвестпредложений, считает глава региона. В этом году на форуме в Сочи конкуренции ожидается больше обычного, а значит, Краснодарский край должен проявить себя еще активнее. Мы должны быть не только гостеприимными хозяевами форума и обеспечить площадку, чтобы форум прошел на высочайшем уровне. Мы должны быть активными участниками форума, сами, мы, и главы муниципальных образований, и бизнес краевой. Мы должны первыми получить дивиденд от того, что экономический форум российский инвестиционный проходит в Сочи. Поверьте мне, сегодня инвесторы, даже российские инвесторы, а даже иностранные, в том числе их тоже будет достаточно, они уже сегодня взвешивают и понимают, что российские уже за рубежом нигде свои капиталы не разместят. Поэтому, конечно, они ищут российские площадки. Где вложиться, куда вложиться. Поэтому здесь не упустите момент. Ловите за рука всех их, вы всех их увидите. Участие на форуме уже подтвердили 1100 человек. Среди них представители 138 иностранных компаний и 73 руководителя российских регионов. На Большом экономическом саммите в Сочи они встретятся уже через 3,5 недели. Мария Крошина, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.